Поэтому надо здесь отвлекать, как бы, руками имитировать какую-то работу и всё работать сразу ногами. Видеокурс Street Tie. Неуязвимый уличник. Узнай, как оставаться нетронутым в уличной траке, убойную комбинацию, а также как работать лоу-киком на улице. Ссылка в описании под видео. Итак, следующий пункт нашей защиты от уличного оружия – это защита от розочки. Что такое розочка? Это разбитая бутылка. Это очень опасная штука. Мы, конечно, работать с ней не будем. Будем имитировать её короткой бутылкой, просто пластиковой. Тоже берись в целях тренировок, просто полулитровую пластиковую обычную бутылочку. То есть задача и суть защиты от розочки – это точно такая же, как от ножа. Принцип тот же самый. То есть в основном в ней наносят колющие и режущие удары. Короткие, с короткой амплитудой. С разбитой бутылкой в руках никто не машет от плеча до плеча, как палки. Да, работают коротко, всё узко. Стараются втыкнуть, порезать лицо, порезать руки. Естественно, защита очень тяжёлая, не очень тяжело, как и от ножа защититься. Как работать от ножа я показывал в первом видеокурсе Street Tie. Но здесь, как бы, совет будет один. Основной – это постараться взять под контроль руку, но перед этим сделав несколько расслабляющих ударов по основным точкам противника. То есть стоит противник, конечно, будет дистанция. Он тоже боится подходить, он тоже будет прикрывать голову, так как у меня есть прямые удары руками. Да, я могу сразу достать до носа, перед тем, как он ещё успеет что-то сделать. Особенно, если у тебя хорошо поставленный левый джек, я могу резко бросить, чуть-чуть разбить нос и уже дальше дорабатывать. Но основная, как бы, я советовал, основную работу, то, что не ожидают уличники, не ожидают гопники – работа лоу-кика. То, что я тебе давал, лоу-кик для уличной драки, да, вот то же самое – разбивать ноги. Но уже, соответственно, левый лоу-кик работает не по бедру, а работает немножко выше в бак. То есть сразу сюда расслабляющий удары делать. Даже если он будет пытаться ударить меня бутылочкой, да, махать. То есть я работаю на челночке, то, что мы делали, стараюсь его провалить. Он махает, тыкает, но с этой дистанции я всё равно пробиваю лоу-кики. То есть, как видишь, он ждёт, что будет ждать? Ударом в голову, соответственно. Поэтому будет держать бутылку перед собой, да, и, конечно, мои удары, если я уже вышел на дистанцию рукой, он будет резать просто руку. Это очень опасно, особенно если где-то повинничек, гонёт, всё. На этом всё кончится. Потеря крови 10 секунд, ты без сознания. Поэтому надо здесь отвлекать, как бы руками имитировать какую-то работу и всё работать сразу ногами. Здесь надо отвлекать, работать, то есть имитировать работу руками какую-то, то есть, пугать его, запугивать и ногами работать на пар. То есть, сейчас напарник мой, да, он боится, уже сразу дёргается, но если ты этот первый удар сделаешь быстрый и чёткий, он не среагирует однозначно. То есть, ты здесь поправишь, бум, попал. Сразу пошло расслабление, там, 2-3 секунды он ещё потерпит, но больше не сможет. Особенно хорошо, если бутылка в правой руке, да, он работает в правой руке, работать правым лоу-киком, туда подбивать ногу. И желательно бить в коленную чашечку. То есть, хорошим лоу-киком, опять-таки, неожиданно, то есть, показать, что ты, как бы, там бьёшь прямыми, он машет, чунг, садить, выпить колено, травмировать, травмировать сустав, заставить его хромать. И уже потом, по ситуации, брать под контроль руку, в которой находится именно вот розочка или нож. То есть, работать в парк, не попал, в ногу выдал, и сюда уже стараюсь схватить руку. Всё, я её двумя руками схватаю, и дальше уже работаю именно по боевым точкам. Между ног калером, кулаком в ухо, в челюсть. Вот это основная защита. Держать дистанцию, работать лоу-киками, работать по боевым точкам. Пах, или суставы, колебные суставы. Стараться травмировать, расслабить, чтобы он поплыл, и берём под контроль руку с оружием. Вот это нарабатывает в произвольной работе с напарками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова